Друзья, всем привет! ММА Ревью на связи! Завершился долгожданный, мощный и брутальный турнир в Нью-Йорке. Бои, можно сказать, выдались все на славу. В главном же поединке UFC 230 встретились Дерек Льюис против Дэниеля Кормье. Но давайте обо всем по порядку. Ставьте лайк и поехали! Открыл карт поединок полутежей. Адам Вичорик встретился с Маркосом Роджерио де Лимой. Где бой для Вичорика не задался с самого начала. Он сильно просел по кардио и проиграл единогласным решением судей Маркосу де Лиме. Далее поединок Брайана Келлахера и Монтела Джексона был отменен буквально за пару часов. Келлахер отравился и не смог выйти в октагон. В полулегком весе Шейн Бургос и Курт Холубо зарубились с первых секунд. Пара плотных разменов и Бургос падает в нокдаун. Но тут же приходит в себя и накидывает армбар. После которого шансов сопернику не оставил и Курту пришлось постучать. Закрывал ранние прилимы бой Мэтта Фриволы и Лэнду Ваннаты. И оба показали просто сумасшедший поединок. В принципе Ванната никогда не дает скучать. Но на этот раз соперник оказался очень стойкий. Выдержал два нокдауна и кучу ударов сверху. И конечно же сам отвечал немалым ущербом. Где по итогу обоим соперникам дали ничью. Далее Лэйман Гуд против Бена Сондерса быстро принялись к разменам. Где сразу же в клинче Лайман насувал кучу плотных апперкотов. И уже на второй минуте первого раунда нокаутировал Бена Сондерса. В следующем поединке в полулегком весе. Джулио Арсе и Шейман Марай закатили просто адскую битву. Три раунда рубились насмерть. Арс падал дважды в нокдаун. Но поднимался и шел вперед. Залили кровью октагон. Но продолжали сражаться. Победу же раздельным решением судей отдали Шейману Марайсу. Далее женщины в наилегчайшем весе. Сияра Юбингс и Роксан Мода Ферри. Что можно сказать? Зарубились. Роксана показала себя очень хорошо. Проявила характер. Но Сияра спустившись в эту весовую. Доминировала все три раунда. И забрала победу единогласным решением судей. Закрывал при лиме бой Джейсона Найта и Джордана Ринальдия. Который выдался вязким и нудноватым. Ринальди полностью переиграл соперника. Переводя на канвас. Удерживая и потихоньку разбивая его. За что и забрал победу единогласным решением судей. Открыл главный кард. Долгожданный бой Деррика Брансона и Исраэля Дессании. Где Дессания показал себя во всей красе. Отзащищался очень технично от всех переводов. Следом точными ударами отправлял раз за разом на канвас Брансона. Где после очередного падения рефери остановил поединок. Победа нокаутом Исраэля Дессании. В следующем бою Карл Робинсон сразился с Джеком Маршманом. Где Карл не оставил шансов Джеку. Разбивая его и в стойке и в партере. Завершить бой досрочно так и не получилось. Но с большим преимуществом забрал победу решением судей. Далее Дэвид Бранс вышел на бой против Джареда Канонира. Где у Бранша с самого начала не пошел поединок. Бороть соперника удавалось с трудом. И Канонир очень хорошо защищался. А во втором раунде Канонир и вовсе попал правым боковым. Отправил Бранша на канвас и завершил бой техническим нокаутом. В со-главном событии Роналда Соуза сразился с Крисом Вайдманом. Где два раунда два борца высокого уровня. Решали вопрос в стойке и шли ноздря в ноздрю по значимым ударам. Но в третьем раунде Соуза в размене отправляет на канвас Вайдмана. И завершает бой техническим нокаутом. И в главном бою вечера сразился Дэниэль Карамье против Дерека Льюиса. И Ди Си показал блестящее выступление против опасного нокаутера. Переводя его в партер снова и снова. Во втором раунде успешно прошел за спину и задушил Льюиса. Тем самым Карамье успешно защищает титул чемпиона в тяжелом весе. Вот такой вот плотный и зрелищный карт завершился этой ночью. Напомню, что уже через неделю нас ждет UFC Fight Night. Где встретятся в главном бою корейский зомби с Ейером Родригесом. И Майк Перри с Ковбоем. Также на следующих выходных пройдет турнир ICB90. Где промоушен собрал очень мощный карт. В общем будет что посмотреть. Пишите в комментариях друзья, какой бой вам сегодня больше всего понравился. И какой больше всего поразил. А у меня на сегодня все. Ставьте свой бойцовский лайк за оперативность. И обязательно подписывайтесь. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok